Не понимаю, как можно строить отношения на глазах у чьей-то там бывшей, то есть при этом жить в одном доме, есть все вместе, готовить, кушать, ну типа, ну вообще мне непонятно, вот реально. Я вижу так, у меня есть мужчина, с которым я живу, мы живем с ним вместе, вдвоем, никто не вмешивается в наши отношения, если у нас есть какая-то проблема, мы моментально ее решаем. Ну, никто никому ничего не должен, правильно? Вот. Обсуждать там свои проблемы, кто с кем как спит, в каких позах, я извиняюсь, но реально, абсолютно, мне кажется, что не то. Какие отношения можно построить таким образом? Голосовать ходили? Я нет, не голосовала. А блин, точно, это права насчет бывших. Я посидела бы, ну, серьезно, то есть там какие-то высказывания, когда на лобном, допустим, спрашивают мнение, да? Ну, вот мне неинтересно слушать это мнение, скажем так. Вот. И самой неинтересно высказывается в сторону людей, которые у меня никто, вообще, я никак не отношусь к их жизни, мне наплевать. Смыслом ли забивать себе голову мусором? Бесполезной ерундой. Сколько лет тебе? 18. Ой. Ты меня со скольки лет знаешь? Зачем тогда пошла туда? Вот это хороший вопрос, мне задают тоже. Единственный вопрос, на который я не могу ответить. Пошла, почему? Вот так вот просто, мне было интересно. Мне на самом-то деле было интересно, вот, лет 10 назад, наверное, там был мой дядя, брат моей мамы. Было интересно посмотреть, как люди живут, почему вот они так долго там находятся, там, чем они дышат. Да, вот на самом-то деле люди просто живут в замкнутом пространстве на протяжении, там, допустим, полугода, да? Кто-то не выходит даже на выходные, то есть люди, ну, люди не видят, не знаю, белого света, да. Одни и те же лица, полутра, по вечерам, одни и те же проблемы, которые создаются на ровном месте. Животные, в зоопарк, в зоопарк. Нет, не надо, Вова, не надо, я не поговорить. Нет, как называется? Новая тема, вот этот, блин, да. Животные бегают по территории. Как это называется? Я поняла, ну, типа, нет, я хорошо отношусь на самом-то деле к участникам. Почему? Каждый сидит там в своих целях, правильно? Не знаю, я считаю, что оно того не стоит просто. Нет, Вова, это очень грубо. Это очень грубо. Почему контакт на зоопарке? Люди получают за это деньги. Они там, кому-то в кайф, удовольствие обсуждать чужие проблемы. Я считаю, вот твое мнение, я с тобой не разделяю, потому что я считаю, допустим, Саша Черно, она любит обсудить, поговорить, подискуссировать. Я не такой человек, я люблю выкинуть мусор сразу, то есть, и вообще это, нет, они мусолить. Вот есть люди, которые любят чужие проблемы. Почему? Они живут в какой среде, им это нравится, это главное, правильно? Никого не осуждают за то, что живут так, как хотят. Вот в какой стране ты бы хотела жить? 100% в Турции. Строково, что Строково, какой? Уход делаешь за лицом, поделись, если честно, то на тоналке. Так, мужчина прав, отношения там не как к людям. Hello, my friend. Hello. Черно сидит на проекте, потому что... Короче, опять же, никого не осуждаю, просто не понимаю. И все, вот, не понимаю этих людей, сидела, иногда я вот втыкала, просто, там, идет какое-то обсуждение, я не знаю, почему, из какой-то мелочи раздувают такую огромную проблему и обсуждают ее. Наверное, потому что надо что-то обсудить, но не болит ли потом голова у людей от того, что как-то все долго и нудно. Почему-то говорили, что ты какая-то не такая, но общаясь сейчас с тобой, я не вижу плохого. Знаете, я еще так скажу, что там людей выставляют в таком свете, в котором выгодно их выставлять. Вот, абсолютно я другая, смотрела на себя с эфиров, ну, просто не я. Вообще. Ты была в Анталии, да, была вот на этих выходных еще полечу. Все равно сидит, потому что у нее долги. Надеюсь, все у нее будет хорошо, заброет свои долги и уйдет с проекта. Опять же, говорили там, что я на лобном затупила, вот, неоднократно я поднимала эту тему. Да, задали мне вопрос, который мне был абсолютно неинтересен, я его не слушала, была в каких-то там своих мыслях после выходного, думала про человека, вот, с которым я встретилась за периметром. То есть, я этого не отрицала, сказала сразу, когда я пришла с выходного, что у меня есть человек, который мне нравится, вот, поэтому, как бы, углубилась в свои мысли, думала о нем, думала о том, где я скучаю, как я хотела бы с ним встретиться сегодня, возможности у меня такой не было, вот, и шло обсуждение про какую-то там Настю, которая пришла, про какого-то Диму, там, и типа, Оля там, выскажи свое мнение на счет этого, абсолютно не знаю, о чем речь, я пыталась подхватить на лету, но меня не вышли, меня начали подстегивать, вот, ну, смешно или нет, решать вам комментариев набралось достаточно в районе, там, трех тысяч, три миллиона просмотров, ха-ха-ха, Оля Лопер такая тупая, как можно быть такой тупой, какая же она идиотка, как это все смешно, позор Одессе, вот, на самом-пределе, просто наплевать было, на эти тупорылые обсуждения, ни о чем, поняла, что, моя жизнь меня как-то больше волнует, чем Настя, иди мы и чужое, эти, чужое грязное белье, а ты там работала, как люди там, хочу поехать поработать, так, хотелось бы понять, кто пишет, девушка, или парень, как, в Турции вообще классно, люди там, классные, мне менталитет очень близок, я скажу, что, соответственно, если девушка приезжает в мусульманскую страну, начинает раздеваться, оголять грудь, ноги, ходить, понятное дело, что к ней будут относиться, да, соответственно, ничего в этом я плохого не вижу, девушки, которые говорят, что мужчины той национальности относятся легкомысленно к нашим девушкам, могу сказать, что просто вызывают такое впечатление, и все, то есть, в чем можно обвинить, мужчину, который берет, если ему дают, извините, ну так оно и есть, правильно, поэтому, вот, я приехала, вела себя скромно, разговаривала уважительно, то есть, имела уважение их национальности к их обычаям, потому что я понимаю, что их женщины ходят, ну, более консервативно одеваются, вот, старалась, соответственно, выглядеть так же, поэтому, отношение ко мне было такое, что никто меня ни разу не оскорбил, никак не назвал никаким плохим словом, вот, до сих пор у меня там есть друзья, с которыми я хорошо общаюсь, нет, так далеко от Москвы находится площадка дом 2, далеко за городом, нет, ну, все-таки можно чуть-чуть пожаловать, спасибо, привет, 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 вот так вот, ребят, поэтому меня очень сильно раздражает вот этот вопрос национализма, мы не раз его поднимали в эфирах, но не выводили это все, почему, потому что на телевидении этот вопрос запрещен, но я скажу так, что девчонки, которые приходят, по которым видно, что они прожженные проститутки, приходят и начинают вешать ярлыки, ты встречалась с турком, значит, ты вот такая вот, ну а я скажу, что у меня было два мужчины в жизни, и не такая я не такая вот, просто для меня никакого значения не имеет национальность человека, он хороший человек, он заслужил мое доверие, он заслужил хорошее отношение к себе с моей стороны, вот, и он очень-очень сильно выигрывал на фоне всех остальных ухажеров славянской национальности, скажем так, да, ничего от меня не требовал, не торопил, ни в чем, июк, пар, так подписан твой мужчина, это он и есть, иностранец, комментировать не буду, это не мой мужчина, мой хороший знакомый, родственник, очень красиво, спасибо, с кем ты хорошо общаешься с проектом, мне пишет Сорока, с Абрамовым, мы перестали общаться с тех пор, как он прокомментировал видео, с моим участием, значит, с кем еще, с Ромашовым общались, ты мне нравишься, спасибо, ты мне тоже, мне нравятся все, кому нравлюсь я, непонятно была агрессия, стройка в твою сторону, почему непонятно, почему же непонятно, она как только зашла в женскую спальню, сразу посмотрела на меня, вот, понятно почему, женская зависть такая штука, вечно пыталась бы доказать что-то, вот, когда не вышло, просто сказала, извини, давай запрем тему, ну, мы изнутрили, соответственно, зачем мне оно надо, свои губы, да, ты знаешь, турецкий, или на русском, там, разговаривал, нет, мы разговариваем на английском, все родственники, друзья, моего парня, знают английский, он, соответственно, тоже, турецкий, знаю плохо, могу говорить, понимаю, когда говорят, ну, точно понимаю, о чем, есть девочки, которые там летают, в Турцию, летают в Дубай, а потом скрывают, там, там, публикации, боятся выставить, потому что люди начинают говорить, вот, что ты делала в Дубай, правильно, молодая, красивая, в Дубай одна, соответственно, эскорт, наверное, от какой-то, вот, выставляю публикации, ничего не стесняюсь, почему, потому что в Дубай, я отдыхаю, отдыхаю с родителями, отдыхаю с своим молодым человеком, в этом ничего нет, ребята, потому что Дубай, это курортный город, вот, здоровые, здоровые люди это понимают, вот, значит, Турция, вообще, моя любимая страна, обожаю Турцию, обожаю, там был мой самый любимый город, с детства его любил, в Дубай сейчас можно отдохнуть дешевле, чем в Египте, нет, Оля, это есть твой мужчина, что он, что тот, который на фото, у тебя один и тот же человек, блин, и так смешно, короче, это брат моего мужчины, если интересно, я когда его увидела, я просто офигела, потому что у них одно лицо, но он женат парень, про которого ты говоришь, вот, недавно была свадьба, как относишься к Алене Рапунцель и к Оле Рапунцель, Оля Рапунцель, неплохая, не знаю, неприятная девчонка, вообще неприятная очень, что касательно ее там, лично в каких-то моментах, не вмешивалась, ну и не было желания, вот, ну что насчет Алены, не знаю, вроде тоже неплохая, мы не общались, мы не общались, мы не общались, да, молодец, привет, крутышка, умничка, молодая, красивая, какая молодежь, что ушла с дома 2, спасибо большое, я люблю всех тех, кто меня любит, я скажу, что на доме меня называли высокомерной, это неправда, вообще, люблю людей, адекватных, с которыми приятно общаться, просто на агрессию, отвечаю агрессией, вот, а твой мужчина есть в инстаграм, нет, и мне советуют удалить, может, так и поступлю, ближайшие пару лет, очень рада тебя видеть, тоже рада вас видеть, жаль, что тебя нет на практике, тебе было интереснее смотреть, спасибо, мне правда, очень приятно, там сейчас тепло, короче, мой парень уехал туда, я очень ревную, посоветую что-нибудь, вот, ты была, там, он по работе уехал, ну, смотри, короче, ревновать не к чему, потому что, бесспорно, девушек у нас здесь больше, ну, и в Украине, и в России, и, нет, есть очень симпатичные турчанки, но там точно, ну, не к чему ревновать, если поехал по работе, значит, будет работать с турчанкой, точно ничего не выйдет, по-русскому, это стопроцентная гарантия, чтобы он не делал, вот, вообще, я думаю, что он любит тебя, поэтому не ревнуй, доверяй, и все у вас будет супер, любимая марка, авто, мы тебя очень любим, я вас тоже очень люблю, передавай Лоне привет, и люди тебя любят, очень приятно, ты очень красиво, спасибо, нравится Ебаров, Ларченко, Ларченко, неплохая девчонка, Ебаров, ну, тоже неплохой, тоже меня поддерживал, вот, 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 именно, одна была адекватная, спасибо, честно говоря, согласна, кто же ведущих, нравится, Оля Бузова, так, счастливо, спасибо большое, вам желаю того же, вдвойне, как общаетесь вы с ним, ты знаешь его язык, разговариваем на английском, на английском, плохо знаю турецкий, тоже могу, иногда, желаете, все самое хорошее, спасибо, взаимно, ты правда подруга Баранова, сейчас в Киеве, остановилась у нее, хорошо общаемся с ней, да, сейчас, ну, типа, после того, как она ушла с проекта, мы с ней не общались очень долго, потому что мне было непонятен на тот момент, честно говоря, Леной, не знаю, Лена чуть-чуть приболела проектом, прям очень много говорила, постоянно, мусорок и так далее, короче, поэтому я, ну, я такое не люблю, так, любви тебе огромное, спасибо большое, взаимно, фан Холли Лоттер, привет, 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 я сама из Казахстана, и он турок, он казахский, такие красивые, вот, все, обожаю, он турок, я русская, сегодня так плакала, блин, слушай, не плачь, я понимаю, тебя хочешь, напиши мне в зирек, поговорим, понимаю, я тоже древнивая, очень, тоже бывало такое, что переживала, но поверь, в России это гораздо проще, чем в Турции, поэтому, не ревнуй, очень четко, грамотно, адекватно, мыслишь, обожаю, это уночка, это редкость, когда красиво, мудрое, умное, спасибо большое, огромное спасибо, Вова, ты хочешь, мокупить? Так, сейчас я отвечу, закончу эфир, спасибо, она тебе тоже передает, привет, спрашиваю, когда мы идем на гульки, ребята, я завтра прилетаю, хочу вас увидеть, очень соскучилась прям, Ленке привет, передам спасибо, привет, ты ушла, тоже ушла с проекта, да, она, почему ты выкладываешься в инстаграм, почему ты выкладываешь себя в инстаграм полуобнаженную? Так, не буду отвечать на этот вопрос, хорошо, можно через другую камеру, просто знают, король мой, окей, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует...